С прошлым летом начались телефонные звонки якобы от работника банка. Мошенник очень быстро и убедительно говорит о том, что на данный момент с вашего счета происходит снятие денежных средств. Совершается какая-то покупка в магазине, например, Латвии и Литвы в других странах и начинает задавать вам вопросы. Совершаете ли вы в данный момент покупку или делаете ли вы денежный перевод в другую страну на такую-то сумму. И здесь играет роль того, что паника. Человек слышит, что с его денежного счета уходят деньги и ему звонит работник банка и бдительность немножко притупляется. И тогда мошенник на основании полученной информации говорит о том, что сейчас он может вернуть ваши денежные средства, либо обновить коды безопасности. Но для этого, пожалуйста, назовите признак пользователя банка. Также назовите имя, фамилия, личный код. Перепроверяет какие-то данные. В ходе долгой беседы мошенник убеждает вас о том, что он проверяет ваши данные и пытается вам помочь. Он запрашивает у вас признак пользователя, личный код, просит ввести ПИН-1 и ПИН-2 от ID-карточки или Smart ID. Следует быть внимательным и помнить, что ни один работник банка никогда не будет спрашивать ПИН-1 и ПИН-2. ПИН-1 – это вы сами, вы идентифицируете свою личность, а ПИН-2 – это ваша подпись. ПИН-1 и ПИН-2 вы можете набирать только в том случае, если вы сами совершаете, являетесь инициатором денежного перевода или покупки. ПИН-2